Классика и джаз, мюзикл и национальный фольклор, гражданская лирика. Все это о нем, о молодежном ансамбле танца и песни Алтай. За 10 лет своего существования коллектив показал себя всей России и не один раз бывал за границей. Поэтому сегодня их поздравляют гости из Москвы, Петербурга, Казани, Воронежа. И даже танцоры из Италии приехали на именины известного уже на весь мир Алтая. У нас в Барнол много приезжает гостей, слава богу, но вот в данном формате такой фестиваль впервые. Когда перемешаны жанры, когда на сцене и современная хореография, и народная хореография, и оперное пение, и какие-то народные инструменты. Ну то есть все в одном ключе. По словам руководителя ансамбля Елены Березиковой, одна из главных задач Алтая – сохранение и развитие многонациональной культуры края. Именно поэтому на базе коллектива было решено создать творческую лабораторию с привлечением ведущих специалистов, оперных певцов, хореографов и постановщиков. Работать лаборатория будет в рамках фестиваля. Нам бы хотелось, чтобы он проходил два раза в пять лет. Ну так мы придумали себе. Но если правительство с нами согласится, то может быть и будет такая судьба у фестиваля. Мы бы хотели сделать один фестиваль зимний, а другой фестиваль летний, чтобы они с перерывом в два с половиной года шли. Живут в седьмое первое увлечение, которое родилось очень-очень давно, еще во время войны, когда я был совсем маленьким. Народный артист России Владимир Васильев тоже поздравил коллектив с юбилеем. К сожалению, сам приехать не смог. С самого основания Алтая актер был художественным руководителем и помогал коллективу на творческом пути. В честь юбилея актер и художник представил свои работы в Краевом художественном музее. Каждый желающий сможет увидеть уникальные акварельные работы, выполненные художником во время пандемии. Экспозиция продлится до 26 июня. Маргарита Гартунг, Дмитрий Денисов, День с толком.